всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду постоянные зрители канала уже в курсе что я не только соорудил камеру для сыровяла но и уже приготовил приготовлю приготовил пусть будет приготовил уже приготовил сыровяленую свиную шею по-итальянски капокколо это просто пытаюсь грамотно сформулировать свиную шею ты я отправил просаливаться только вчера солится на будет дней 10 неделю а потом еще и вялится ну минимум два месяца наверное но ролик то я смонтирую покажу только тогда когда моя капокколо уже будет готова поэтому к тому времени и та колбаса которая сейчас начинаю готовить тоже идет до кондиции и покажу вам ролик сегодняшний колбасой наверное через недельку после капокколо короче не буду морочить голову ни себе не вам я один раз уже без камеры пытался вялить дома колбасу но у нас к сожалению слишком сухо и слишком жарко поэтому колбаса потеряла 37 43 процента веса то есть по сухости дошла до кондиции буквально за две недели а за эти две недели вкус вообще не успел развиться он был крайне бедным но сейчас у меня есть камера ролик про изготовление я снимал щелкайте он откроется в отдельном окне ставьте на паузу потом посмотрите вот я купил говядины и свинины свинина кстати лопатка довольно молоденького поросенка и сейчас все пропускаю через мясорубку самый крупный из имеющихся у меня решеток 8 миллиметров но сначала активирую стартовой культуры их и получил от павла колбаскина за что ему огромное спасибо хозяин магазин и ем колбаски ну что раз о нем слышали в моих роликах про колбасу он профессиональный колбасный технолог и на сайте магазина есть очень грамотный форум просто идите туда за рецептами для колбасы и смотрите там очень грамотные люди собрались классный форум обязательно идите так что если есть какие-то вопросы по колбасной теме там спрашивайте плохого не посоветуют и так старта я развел теплой водой их надо немного подкормить моносахарами я добавлю виноградного сахара просто потому что глюкозу в прессных аптеках искать лень что такое эти стартовой культуры зачем они дело в том что колбаса должна созреть ну так же как например созревает выраживаясь тесто ну или как капуста или огурцы которые вы заквашиваете то есть процесс созревания это процесс развития нужные нам колонии бактерий фарши поэтому очень важно для этих самых бактерий для их нормального развития очень точно выдерживать оптимальные для них температурные влажные параметры в домашних условиях без камеры этого добиться трудно использование же готовых стартовых культур значительно упрощает весь процесс это позволит очень сильно загрубить необходимые нам параметры то есть не надо так точно все это выдерживает короче это как с дрожжами вы можете две недели убить на то чтобы вывести дикие дрожжи ну закваску постоянно добавляя муку добавляя воды разделяя это тесто выбрасывая половину а можно просто пойти в магазин и купить готовые дрожжи и получить готовый хлеб короче давайте уже займемся фаршем вот так теперь закладываю сюда соль нитритную и морскую перец черный перец зеленый перец ямайский душистый надо раздробить в ступке вот так и фарш и коньячку запах обожаю а вот пить не нравится чуть-чуть все пропорции смотрите в описании видео и активированные старты и можно уже вымешивать нужные нам бактерии из стартовых культур развиваются сами и угнетают ненужные нам процесс введения сыровяленой колбасы это по сути работа микробиолога и существование таких фирм которые создают нужные нам домашним колбасникам штаммы значительно просто в разы упрощает работу все вымешивалось смотрите какой отличный фарш красота а сейчас будет немного кинематографической магии внимание да что такое еще раз другое дело короче готовить сыровяленую колбасу можно и без стартов но с ними гораздо проще набивать колбасы я буду при помощи вот этого агрегата все плюсы и минусы этого агрегата я уже расписывал в отдельном ролике щелкать сюда ставьте его на паузу он в отдельном окне откроется потом посмотрите покупал через интернет набивать таким гораздо удобней просто несопоставимо удобнее чем мясорубкой если вы подсадите на колбасную тему то рано или поздно купите такой ну или такого типа вообще хочу сказать что домашнее колбаса делание чертовски затягивает так что осторожнее с просмотром этого ну или подобного видео заразитесь смотрите какая красота с мясорубкой в четыре руки приходится иначе крайне сложно контролировать скорость подачи фарша ну и соответственно плотность набивки но и мясорубка дополнительно фарш шнеком мнет так что если вы хотите получить красивый очень четкий рисунок сала на срезе колбасы то с мясорубкой такого добиться сложновато отлично теперь оставлю колбасу при комнатной температуре у нас сейчас 25 26 градусов на сутки ну может быть часов на 30 36 а после этого же отправлю в камеру для сыровяла оставайтесь с нами продолжением рализонского балета и так колбаса со вчерашнего дня отвиселась в тепле и прошло на данный момент приблизительно 28 часов и смотрите какого она стала цвета замечательного сейчас покажу вам покрупнее уже видно по моему да что она покраснела набрала цвет она мягкая пока и сейчас я отправляю ее в свой холодильник переделанный в камеру для сыровяла все подробности уже говорил заходит захотите посмотрите в отдельном ролике в нем в этом холодильнике я вот соорудил такой вот конструкцию для подвеса и здесь оставлю теперь уже на черт на сколько времени месяца нами пройдет поехали чего я каждой колбаски прикрепил бумажки с этими непонятными цифрами здесь я отметил вес каждой колбаски ну и соответственно естественно на каждый распечатан рецепт состав по которой готовил почему дело в том что готовность колбасы определяется не только временем выдержки но и одним из важнейших параметров является усушка колбаса по идее должна быть готова если она через ну как минимум там месяц полтора если мы старта используем без стартовых культур это может быть и и дольше так вот если она через это время теряет влаги 37 43 процента в некоторых случаях и соответственно мне нужно будет взвесить каждую колбаску посмотреть насколько изменился вес для этого и прицепил рецепт на каждой такой веревочки прицеплен потому что я за вот эти два месяца вперед планирую еще каких каких-нибудь колбас на завяливание приготовить чертю не знает запомню вообще какая из этих будущих моих колбас по какому рецепту готовилась поэтому все это для повторяемости рецепта в будущем однако надо уже закрыть холодильник и ждать а вот здесь этот самый блок который вы можете во всех подробностях рассмотреть в ролике ссылку на который я уже разместил привет всем после небольшого перерыва и так эту колбасу я отправил вывешиваться и готовится 23 октября а сегодня у нас 11 декабря то есть прошло 50 дней потери веса составила на данный момент 45 48 процентов но то есть по всем внешним признакам колбаса готова я его вытащил разрезал видя как она выглядит и и выбрасываю сейчас мне не понравился результат причем не понравился сильно если запах этой колбасы вернее не так значит смотрите для того чтобы колбаса покрывалась правильной плесенью правильными культурами все правильно культуры плесени нужно заселить на колбасу они вытесняют неправильные культуры которые нам не нужны мне очень нравится один из сортов колбас которые здесь продаются в магазине они покрыты плесенью поэтому я для заселения вот этих вот культур обдираю с вот этой магазины колбасы и шкурку с плесенью добавляю немного воды к ней добавляя немного сахара то есть даю как дрожжам до развиться немного этой культуре и опрыскивают водой в самом начале завяливания и вот она белая вот эта самая плесень начала расти но что-то видимо и не нравится что-то в магазине ты не спросишь нужно у производителя колбасных спрашивать какая точно для этой самой плесени нужна температура какая влажность и здесь вот этот запах такой же как магазин колбасы присутствует причем он значительно сильнее чем у магазина колбасы а вкус и близко не такой очень пресный такой даже какая-то некая горчинка что ли есть а кислинки такой хороший нет короче я полностью не удовлетворен этой колбасой и и выбрасываю и показываем это потому что очень часто мне говорят что-то так не бывает что-то на правду не похоже все у тебя всегда получается вот как видите получается да видите дымит коптильная это у меня там очередная партия дорогобыческой колбасы готовится по рецепту который один из подписчиков ну или зрители канала в рецепте дорогобыческой колбасы внизу в комментариях указал тмином со всеми там кромовками посмотрим что получится теперь пока